Первый день лета ассоциируется с началом теплых солнечных дней и началом периода отпусков. В условиях Крайнего Севера наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Лето уже началось, но тепла в регионе пока не ожидается. Погода в июне будет в климатической норме, но достаточно холодной. Первая декада июня у нас обещает быть облачной, холодной. Примерно температура составит от 0 до 7 градусов. Единственное исключение будет у нас в пятницу. Там будет до 17 градусов, ну то есть это тоже еще по прогнозу не точно. И ветер будет 7-12 метров в секунду, это штормовой ветер, и различных направлений. Жители округа стараются выехать летом за его пределы туда, где тепло и солнечно. Но из-за пандемии коронавируса популярные направления пока остаются закрыты. Поэтому многие граждане вынуждены либо искать новые варианты для путешествий, либо ждать, пока откроют границы. Конечно, есть уже те направления, которые открыты. Их на самом деле не так уж и мало. Это около 15-16 стран, которые сейчас разрешают въезд россиянам, и россияне могут поехать туда отдыхать. Самым популярным вариантом для отпуска этим летом по-прежнему остается Черноморское побережье. Правительство России даже запустили специальную программу кэшбэка, чтобы отдых в пределах нашей страны казался более лояльным. Но из-за популярности этих направлений ценник вырос в разы. А вот уровень отдыха остался прежним. Цены выросли существенно, что, в принципе, объяснимо гораздо более высоким спросом. И даже у нас Ростуризм сейчас создал сайт, куда потребители могут жаловаться на необоснованное повышение цен или, например, на аннуляцию заявок. Но я думаю, что, конечно, пока не будут открыты массовые направления для вылета за границу, то вряд ли цены будут существенно снижаться. Границы с Турцией и Кипром пока закрыты. Поэтому многие россияне, привыкшие отдыхать на популярных зарубежных курортах, вынуждены отдыхать в Крыму или в Краснодарском крае. Те же, кто остается на лето в регионе, могут ждать тепла только в июле. Но жаркое лето – это Непроненецкий округ.